Привет всем любителям фокусов! С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас будет подробный обзор на колоду Lost Deer Purple. Вот такая вот красивая фиолетовая колода, которую мне прислал магазин 54karts.ru. Огромное ему спасибо за это. Мы сейчас сделаем подробный обзор. Если вы не знаете, где купить качественные оригинальные карты для фокусов, для кардистри, либо для других манипуляций, вы можете это сделать в магазине 54karts.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские, есть мой фирменный набор Неро Янг. Ну и, конечно же, там быстрая доставка, приятные цены, отзывчивая администрация. Ну и давайте не будем затягивать, а перейдем к обзору этой колоды. Первым делом давайте рассмотрим коробочку от этих карт. Она выполнена в трех основных цветах. Белый, черный и оттенки фиолетового. Внизу коробочки вы можете четко видеть всю информацию о колоде. Где она была произведена, как, когда, кем и так далее. Самое важное, что вам нужно из этого знать, это то, что она была сделана компанией Бокопа. Соответственно, и качество будет очень хорошее, так как эта фирма давным-давно уже зарекомендовала себя и делает шикарные колоды. Внутри коробочки, разумеется, вы найдете сами карты. Очень красивые, броские. Но первое, что вы увидите, это две рекламные карты. На них разная информация. Первая, это прям реклама-реклама. То есть там инстаграм-компания, различная информация. А вот на второй уже описание самой колоды. Самой идеи. То есть, если вы хорошо знаете английский язык, вы сможете ознакомиться, почему эта колода сделана именно так и выглядит таким образом. Также в колоде вы найдете двух джокеров. Броских, ярких и идентичных. Они будут полностью одинаковые. Это вы сможете использовать в трюках. Хотя не думаю, что вы будете использовать эту колоду для фокусов. Потому что все-таки я считаю, что она полностью предназначена для кардистри и флоришей. Рассматривая самую главную карту в колоде, а именно туз пик, мы видим некую схожий с джокерами. Как будто просто рисунок джокеров отдалили. Но это основной рисунок колоды. Выглядит очень классно, офигенно. Чем-то напоминает мементомори на самом-то деле. Потому что здесь тоже такой цветовой градиент расположен. Сама рубашка сделана очень стильно, необычно. И она позволяет, когда вы делаете ленты, веера, подснятия, делать красивые узоры. Причем, если вы раскроете веер в одну сторону, получится один узор. Если раскроете в другую, получится совершенно другой узор. Они будут менять цветовую гамму. И, разумеется, сами вот эти геометрические фигуры будут меняться. Рубашка, так же, как и коробочка, сочетает в себе три цвета. Это белый, это немножечко совсем черного и огромное количество оттенков фиолетового в виде градиента, как я уже и сказал. Лица карт здесь очень необычные, потому что в них изменено практически все. Здесь совсем другой шрифт. Он очень необычный. Здесь добавлены полосы. Когда вы делаете ленту, получается так же красивый узор и на лицевой стороне. Так же здесь полностью изменены цвета, потому что здесь все сделано в фиолетовый цвет и его оттенки. То есть и темные масти, и светлые масти, все сделано именно под фиолетовый цвет. Так же убраны маленькие значки мастей. Ну и помимо всего этого, сами карты, они не выглядят как карты. То есть поймите, что я имею в виду. Если вас часто отбирают там в школе карты, потому что, ой, все, они сразу понимают, что это такое, то здесь, так как эта колода направлена для кардистри, сейчас многие колоды делают вообще без лиц или дублируя рубашку, немножко ее изменив. Здесь что-то похожее. Здесь масти есть, они немножко прочитываются, но все-таки не совсем это похоже на то, что мы привыкли видеть в картах. Например, обычным зрителям будет очень тяжело ориентироваться. Ну и самое важное, качество колоды. Здесь отличное покрытие, отличная толщина карт. Они такие чуть тоненькие, при этом ими очень хорошо и удобно управлять. Все движения спокойно получаются. Фаро, рифл-шафл, веера, подснятие, броски. Все будет получаться и никаких трудностей с этим не возникнет. Холодой я попользовался, на улице немножко с ней поигрался. Вы видели в начале видео несколько фрагментов. И она очень хорошо себя ведет и абсолютно послушная. То есть она подойдет как и новичкам, кто только начинает заниматься кардистре, так и уже тем, кто давно занимается кардистре. Я думаю, она также пригодится. Ну и коллекционерам, в принципе, тоже, потому что это очень красивая и броская колода. Я хочу еще раз сказать спасибо магазину 54karts.ru за то, что предоставил мне эту колоду. Она пойдет в мою коллекцию. Я особо кардистре не занимаюсь, но для тех, кому это интересно, я думаю, эта колода прям мастхэв. Она очень хорошая, качественная и красивая. Так что ссылочка будет на покупку этой колоды, а также на сам магазин 54karts в описании. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи, всем пока! Пока!